Здравствуйте, дамы и господа! Рад приветствовать вас сегодня на нашей встрече с компанией SkyWorld Community, с компанией, которая продвигает инновационные экологические технологии. И сегодня речь в большей степени пойдет о транспортной инфраструктуре, о новом видам транспорта, который получается из уже существующих технологий, и которые собраны были, так скажем, со всего мира. И наш генеральный конструктор объединил все, что необходимо, действительно, что необходимо, для перемещения любого груза или пассажира из точки А в точку Б, и создал наилучшую транспортную отрасль, которая по потенциалу не уступает таким отраслям, как авиационная, железнодорожная, либо автодорожная. То есть перед вами проект по сертификации технологии. То есть чтобы эту технологию можно было строить абсолютно по всему миру. И в этом проекте в данный момент мы находимся на 14 из 15 этапов развития. То есть в данный момент наша технология уже успешно выходит на просторы нашей планеты. И уже первые адресные проекты строятся, даже при том, что мы еще не завершили наш краудинвестинговый план в 15 этапов. Но под тем сертификатом, который уже есть, первые адресные проекты стартовали. И это вы сможете узнать из декабрьского интервью нашего генерального конструктора Анатолия Эдуардовича Яницкого из 2021 года. А сейчас мы ждем новости по 2022 году. Потому что за этот год произошло очень много событий. Мы сделали очень много важных, так скажем, работ и достижений для того, чтобы приблизиться к завершению наших 15 этапов. Конечно же за один час у меня не получится рассказать вам абсолютно все. Поэтому внимание на экран, делайте скриншоты или записывайте себе, можете сразу найти в ютубе несколько видео, которые я предложу вам посмотреть. Транспорт будущего и то, как выглядит, по мнению Анатолия Эдуардовича Яницкого, транспорт, который позволит человечеству идти в новый технологический уклад, новых физических скоростей. Информационно-то у нас очень быстро все идет. Техногенная цивилизационная развилка. Конечно же это очень важное, так скажем, видение того, как и куда мы сейчас можем двигаться всей нашей цивилизацией. Как мы биосферные существа, то есть связанные с жизнью и наши технологии, которые в большинстве берут ресурсы нашей планеты для того, чтобы жить и работать. Как нам ужиться вместе с ними на нашем прекрасном доме, на планете Земля. Потому что это не такой простой вопрос. Потому что раньше мы вообще не могли как-то на это повлиять серьезно до появления интернета. Но мне так кажется, что все движение было локальное, привязанное к физике, так скажем, какой-то определенной стране, либо городу, либо региону. Но сейчас, в 21 веке, мы объединены все с помощью нашей виртуальной сети, с помощью интернета. И с помощью друг друга мы можем делать действительно огромные планетарные проекты и разворачивать развитие нашей цивилизации в необходимое направление. Именно народу, именно живому. Конечно же, посмотрите цивилизационная перезагрузка по версии Юницкого, где вы узнаете о жилых кластерах, о линейных городах и эко-поселениях, в которых люди могут жить абсолютно беззаботно. Имея все необходимое для того, что им нужно для жизни и развития. И при этом весь окружающий мир не будет какой-то необходимостью для этого кластера, потому что кластер производит все, что нужно людям, живущим внутри. То есть, можно сказать, автоматизированная часть будет и электричество, и тепло, следовательно, и свет. Полное питание, полное пространство, все для жизни и развития творческого существа. Поэтому обязательно уделите внимание. Конечно же, формула будущего и как струнный транспорт может изменить мир. Это видео, представленное на ГИТЭКС, на важной арабской, в Объединенных Арабских Эмиратах, на выставке ГИТЭКС. Представлено было это прекрасное видео, где полностью четко, на пальцах и в цифрах, очень просто объясняется, что такое физическое перемещение сейчас. Что происходит вообще с миром и куда мы можем его привести буквально несколькими шагами, двигаясь именно в заданном направлении перемещения грузов и пассажиров. Потому что это одна из самых актуальных технологий, которые сейчас может резко повернуть ход истории всего человечества. Конечно, новые рекорды UST и не забывайте заходить на наши сайты SkyWorld Community, на YouTube, посещать каналы, смотреть новые видео, чтобы быть в курсе событий. Конечно же, в личном кабинете у нас есть абсолютно все новости. Ну и Unitsky.engineer, Unitsky.com и UST.ing. Три сайта, которые будут очень приятны к вашему просмотру, потому что вы будете понимать, насколько серьезно развивается наша компания. Давайте познакомимся поближе. Меня зовут Артем Курбанов. Я из Даугавпилса, из юга Латвии. И всю жизнь я старался сделать этот мир лучше, и развиваясь и интересуясь все дальше и дальше, развиваясь, стараясь влияние свое повысить благотворное на всю планету, не только на какой-то отдельный участок. Я понял, что международные проекты – это то, что мне необходимо. И изучив множество разных видов того, что в содружестве разные страны и люди из этих стран делают, я узнал, что есть такая штука, как краудинвестинг. Народное финансирование. Нашел тысячи проектов, где люди объединяются вместе и производят какое-то финансирование какого-то завода, какой-то технологии, какого-то продукта, какой-то услуги. То есть создают какую-то международную деятельность, которая обязательно, как показывает практика, полезна для этого мира, полезна именно для народа, потому что сами идеи исходят из народа. И именно таким способом у людей получается объединиться и сделать потрясающие компании, потрясающие продукты и, так скажем, улучшить жизнь людей в этом мире. При этом они делают все это самостоятельно, без крупных корпораций, без банков и огромных суд, кредитов в банках, без государств. Просто люди. Встречаются люди, у которых есть классные идеи и им необходимы ресурсы для того, чтобы их исполнить. Есть люди, у которых есть ресурсы, но нет времени и идеи, чтобы что-то сделать, но ресурсы могут, так скажем, поделиться. А есть люди, у которых есть только время, но нет идеи и ресурсов. И в итоге идеи с ресурсами и с временем встречаются вместе и создаются международные проекты. Таких тысячи по всей планете развилось, но я направил свой взор на несколько самых актуальных, самых важных, самых грандиозных, самых полезных. И по совместительству они оказались еще и, как я думаю, одни из самых прибыльных, потому что тот проект, который мы создаем сейчас, это вышка, потому что это один из самых крупных проектов в истории человечества, в котором участвуют уже более полумиллиона человек из 220 странов и регионов мира. Интеллектуальная собственность оценена в более чем 400 миллиардов долларов. И всему этому помогает случиться компания SkyWorld Community. Поэтому, дамы и господа, посмотрите на эти основные побуждающие факторы. Вы сможете все их улучшить, конечно же, затрачивая определенное количество времени, усилий, поставки и постановки целей. Но вы все это сможете улучшить в своей жизни с помощью компании SkyWorld Community, которая помогает финансированию и финансирует, можем так сказать, наши инновационные экологические технологии. Мир, он перед вами, и это наши города. Мы расселились по всей планете, и сейчас нас 8 миллиардов человек. Представляете, какая это мощная сила. И сейчас, в 21 веке, с помощью появления интернета, так скажем, с момента появления интернета, люди начали объединяться, делиться информацией, продвигать правду и делать лучшее для всего остального живого мира. Не только для человечества. Ведь мы лишь всего же один вид, один вид, одна семья из 12 миллионов видов живых организмов на нашей планете. Просто мы самые влиятельные, и значит на нас лежит самая большая ответственность. Какой мир мы оставим после себя? В каком мире мы будем сами жить? В каком мире будут жить наши дети? Хорошие вопросы, потому что они включают нас к более масштабному пониманию, что такое наш дом и что такое наша планета Земля. Конечно же, технологии помогают нам развиваться и помогли нам заселить всю эту планету. И сейчас мы находимся в пятом технологическом укладе. Но мы делаем все быстро, связанное с информацией, связанной с цифрой. То есть, пересылка средств за секунды, мы можем разговаривать по телефону с другим континентом, можем с противоположной стороной нашего земного шара разговаривать по видеосвязи уже, наверное, без всякой задержки. Гигабайты за секунды. Десятки тысяч долларов мгновенно передаются со счета на счет. То есть, супер быстро, уже действительно предельно быстро работает все, что связано с информацией. Но как-то фокус перешел очень после пятого технологического уклада. Физика осталась та же самая практически. Нету эволюции, либо каких-то революций в транспортной отрасли. Потому что, в общем целом, ничего сильно не поменялось за последнее время. И это как раз то, что нас больше всего тормозит. Потому что, кроме неэффективности нашей, так скажем, физического нашего перемещения грузов и пассажиров, мы еще очень много теряем. Теряем жизни людей, теряем огромное количество здоровья, огромное количество ресурсов и огромное количество площади на нерастяжимой, нерастягиваемой никаким образом поверхности планеты Земля. Первый уровень нашей биосферы, где проживает все живое, флора, фауна и человек. И этот первый уровень как раз для живого. А получается сейчас огромная часть этого заселена машинами, железной дорогой. И эта вся Земля, она, к сожалению, она не с нами, она мертва. Она не приносит ни плодов, не приносит кислорода. То есть она укатана под этот асфальт. И в общем целом это более пяти площадей Великобритании. То есть это огромная часть нашей суши, по которой ездит один из самых опасных транспортов на нашей планете. Автомобильный транспорт. То есть наши технологии могут быть как полезными, так и вредными. И сейчас именно эта эволюция и революция в технологиях поможет всему человечеству стать быстрее, жить эффективнее каждую свою секунду и каждый свой день, достигая гораздо большего за свою жизнь и сделает гораздо безопаснее и экологическим способом. Но давайте посмотрим на мир, в котором мы живем сейчас. Вот эти компании, которые сделали этот информационный век настолько серьезным, настолько быстрым, настолько серьезный поиск и быстро информации, какое у нас железо, какие компьютеры, какая операционная система внутри стоит. Все настолько серьезно развилось за последние 10 лет, за 20 лет, за 30 лет. То есть какой путь пройден, какие большие изменения в развитии нашей жизни, нашей постоянной жизни. Когда раньше нужно было ходить в магазин, точнее не в магазин, а в специальное заведение и оплачивать свои счета, сдавать показания, а сейчас мы просто из кармана телефон достали, все, что необходимо ввели, фотографии загрузили, цифру нажали, окей, отправили. И все. Не потратили ни времени, ни сил. То есть могут технологии приносить нам пользу. И сейчас в информационной части огромную пользу многие технологии приносят. Хотя, казалось бы, что все-таки перетягивает на себя информационные технологии финансирования. Хотя мы же физические. Кушаем физическую пищу, которая выросла из земли. Живем в физическом доме. Куда нам такое развитие вперед по, так скажем, информации и по физике такое отставание? Это только в кибернетизацию. Начнем свои конечности и органы заменять, чтобы дольше жить и больше сидеть в наших компьютерах и телефонах. Потому что наше тело столько, еще больше точно не выдержит. Но возвращаться к природе, делать так, чтобы все эти технологии, которые появились за пятый технологический уклад, сейчас работали на нас. Наши компьютеры, наши, так скажем, искусственные интеллекты. Все это может забрать огромную часть труда и опасности от человека. Освободить творца от опасной работы. Любой опасной работы. От рутинной работы, на которой мы можем поставить робота, и он будет делать это хоть 24 на 7. И ни один человек при этом не пострадает. То есть в данный момент мы можем часть, даже я бы сказал большую часть всех работ переложить на наши искусственные интеллекты и наших роботов, которые есть. И именно к этому необходимо стремиться работать как можно меньше, творить как можно больше, созидать. И все эти компании, они получили огромную капитализацию. Но это все информация. Они получили огромные дивиденды, совладельцы этих компаний. Но это все равно гораздо меньше, чем та технология, о которой мы сегодня будем говорить. О физическом транспорте, перевозке грузов и пассажиров. Одном из самых дорогостоящих бизнесов вообще. Потому что именно подобный бизнес приносит больше всего прибыли, перевозка грузов. Она происходит сейчас особенно в мире, так скажем, в мире 21 века, в мире потребления, тотального потребления. Это один из мощнейших бизнесов. Тем более, что на самом деле, если так задуматься, то на планете, скорее всего, произведено, и по мнению некоторых ученых, это доказуемо, что произведено товаров больше гораздо, чем необходимо людям, чем есть людей и их необходимости. То есть товаров больше. То есть по факту, если все товары сейчас раздать, у всех будет все. Просто не нужно будет ни покупать, ни кто не станет воровать, потому что у всех все есть. И именно в подобную эру потребления, перевозка грузов, сделать ее безопаснее, сделать ее дешевле, сделать ее быстрее. Но в первую очередь сделать ее экологически чистой, потому что транспорт, перевозящий груз, делает невероятное влияние на окружающую среду, частью которой мы являемся. И перед вами действительно тот транспорт, который принесет огромное количество пользы и не принесет вреда для нашего мира. И это струнный транспорт Анатолия Эдуардовича Юницкого. Именно с помощью подобной, очень гибкой технологии, подходящей абсолютно для любого региона нашей планеты, мы сможем связать наши города, связать наши деревни, наши месторождения, водные ресурсы и прочие дела в одну единую сеть. При этом транспорт будет в дороге занимать очень мало времени, что в городе, например, до 150 км в час. Представляете, если постоянная скорость транспорта внутри города будет до 150 км в час, как быстро мы будем перемещаться между своими делами. То есть не будет необходимости урбанизации, съезжаться в огромные бетонные города, повышать цену на каждый квадратный метр, на стоимость каждого продукта, каждого услуги и нашего жилья. То есть в этом всем не будет необходимости, если у нас будет хорошая логистика и высокая скорость, то, что предлагает наш транспорт, который можно установить даже в существующем городе в любом направлении, над домами, над кварталами, под любым углом или даже сквозь небоскребы. То есть супер гибкая технология по самому разумному передвижению любого пассажира либо груза из точки А в точку Б. Анатолий Эдуардович вложил в свои технологии, их много, их целая серия, это лишь самые актуальные, которые мы сегодня разбираем, вложил в свои технологии потрясающую философию, жить сообща с нашей природой, делать лучшее. То, что мы можем здесь, тем не менее, мы можем получать огромное количество пользы и, так скажем, погашать нужды человечества благодаря нашей природе, но действуя с ней сообща. И сейчас уже более 10 тысяч человек увидели и попробовали собственным телом прокатиться на этих видах транспорта. Здесь, как на этой фотографии, в Белоруссии, в Мариной Горке, в умеренном климате и в Объединенных Арабских Эмиратах, в Шарджи, SRTI Park. То есть люди доказали и уже проверили, что этот транспорт работает. Что этот транспорт настолько работает, что его уже заказали и он уже строится в нашем мире в нескольких местах, минимум 4 объекта. Но я верю, что уже в этом месяце нам придут потрясающие новости о том, как серьезно развивается наш проект. И 15 этап, господа, не за горами, я уверен, что уже очень скоро мы завершим наши все сертификационные задачи и выйдем на самофинансирование. Ведь перед вами готовый транспорт в полном своем разнообразии, в разном климате. И с помощью этого транспорта мы сможем найти альтернативу, так скажем, заменить, прийти на помощь всем видам и водного транспорта. Потому что можно передвигаться на подобном транспорте и между континентами даже. Об этом Анатолий Эдуардович писал еще более 20 лет назад. Стоит только поизучать работы гениального ученого. Unitsky.engineer Пожалуйста, добро пожаловать в мир, как поначалу казалось научной фантастики, а теперь я вижу, как это все воплощается именно в реальность под его руководством. Конечно же и наш авиатранспорт не является эффективным, не является безопасным. И поэтому есть и ему замена в нашем, так скажем, списке экологической технологий. Конечно же, благодарность железной дороге, которая принесла такую большую пользу в развитии последних 150 лет. Но сейчас 15 км в час средняя скорость с учетом погрузки и разгрузки. Подходит ли это для человека 21 века? Точно нет. Ну и посмотрите, насколько сдавлена наша планета автодорогами. С самым опасным видом транспорта, из-за которого каждый год мы теряем полтора миллиона жизней. И еще более 10 остаются инвалидами. Каждый год. Даже просто заменив подобный транспорт за 100 лет, мы спасем невероятное количество людей от вечи и от смерти. Тем более, что этот транспорт сжирает с помощью двигателей внутреннего сгорания огромную часть ресурсов и экологии. И занимает то пространство, которое предназначено для живого, для флоры, фауны и человека. Но именно только человек в своем могуществе может изменить данную ситуацию. Ведь нас 8 миллиардов. И мы действительно можем сделать этот мир новым. Новым, лучшим, приятным. Как здесь. Потому что с помощью технологий, предлагаемых Анатолием Эдуардовичем, его электроэнергии чистой, которой хватит более чем на 5000 лет, вакуумное стекло, новые виды электродвигателей, электротранспорт, эко-дома, которые сами себе обеспечивают, линейные города, эко-поселения. Как много, и это еще не говоря о космической программе, как же много изобрел данный ученый для того, чтобы сделать этот мир лучше. И он не поддался никаким, так скажем, возможностям отдать кому-то в коммерческих целях данной технологии. Ее можно было ради блага планеты построить раньше, завершить, если бы кто-то выкупил 51%. Но тогда можно быть уверенным, транспортная отрасль с самыми высокими характеристиками не сможет остаться в руках бизнесменов для служения людей. Потому что только сейчас, когда вся эта технология принадлежит сотням тысяч людей из разных стран мира, эта технология как можно дольше будет оставляться невредимой по отношению к коммерции, она будет удовлетворять именно потребности людей. Потому что именно люди, именно для людей и для всего другого живого финансируют данную технологию и довели ее с первого этапа, когда были только чертежи, до 14-го этапа, до завершения 14-го этапа. Представляете, насколько важны ценности, которые преследуют данные технологические инновации, то изменение, которое они принесут в мир. Именно ради этого всего и трудился Анатолий Эдуардович с огромной командой людей. И за эти последние годы уже взрастил действительно сотни тысяч мощнейших единомышленников, которые изучают этот проект, которые изучают Анатолия Эдуардовича Юницкого, его технологии, то, что он несет нашему миру. Потому что в каждой его технологии видно, насколько бережно и с любовью он относится к природе. Но также, как и конструктор-инженер, как футуролог, он настолько же потрясающе относится и к науке, к изобретениям. И может учиться у нашей матушки природы. Потому что все его технологии, они настолько плавные, настолько разумно все сделано. Потому что везде симбиоз с природой. Например, как озеленяемые крыши. Кто бы мог подумать, что если крыши озеленить правильным образом, то они будут работать как кондиционер. Потому что они будут на себя принимать чрезмерную жару. А в доме будет достаточно прохладно. Потому что они будут компенсировать, брать на себя избыток жары. А в дом он не будет привыкать. Либо наоборот. Когда похолодание, нас растения прогревают нам потолок. Можно сказать, поскольку они живые. И получается, что даже такой момент, как озеленение крыш, хотя он вылился именно из идеи, что отняли у земли, у поверхности земли, которая ограничена, кусочек поверхности, так скажем, зеленой, живой. Значит, просто крышу нельзя сделать. Значит, надо сделать такую крышу, чтобы эта зелень, так скажем, снова появилась. Пускай дом будет, но в общем целом на поверхности планеты Земля меньше плодородной, так скажем, почвы не стало. И это прекрасные идеи, представственные технологии. Если вы посмотрите в строение эко-поселений, в строение эко-домов, насколько это все разумно, как и производство электроэнергии с помощью сланцев и бурого угля. Это, кажется, фантастика, но ты понимаешь, с каждой новой страницы, которую ты прочитываешь где-то в интернете или в его книгах, ты понимаешь, что это действительно изобретение, изобретение нового уровня, с которым нам с вами удалось столкнуться. Ведь этот гениальный человек делает это не для себя, не для бизнеса и не даже не для людей, а ради жизни. Потому что в его технологии, так скажем, как влияние, вписываются абсолютно все живые организмы на нашей планете. Не только разрабатываются они так. Вот что это для человека принесет? Нет, не так. Что это принесет вообще всему окружающему? Есть определенные, так скажем, дисциплина мышления, как можно развиваться, при том, чтобы это было развитие и процветание. А не в итоге после нас ничего живого не останется. Этот человек сделал множество изобретений, более 150, писал более 20 монографий, несколько грантов ООН. То главное свое изобретение и свои решения по развитию нас, как космической цивилизации, как работать с ближним космосом. Это просто наивысший уровень понимания и знания того, что есть наша планета, что есть жизнь и наше развитие. Только человек, понимающий так много совместно, может настолько любить эту жизнь, происходящую в нашей Солнечной системе, чтобы так ее защищать, Риана, и пройти сквозь всю жизнь, столкнуться с разными невзгодами и пройти их, пережить, и чтобы сейчас успешно развивать свои потрясающие технологии на нашей планете. И буквально уже в самое ближайшее время, не то что в ближайшие годы, а в ближайшие месяцы мы начнем видеть более ярко все результаты нашей большой работы. Ведь те возможности, которые создала компания Unisky Street Technology, точнее сказать, те возможности, которые создали мы вместе с вами, люди, люди, обычные люди, которые хотят сделать этот мир лучше и чувствуют, что это в их силах. Совместно эти 500 тысяч человек создали настолько большое производство, так много было проделано. И мы действительно совладельцы трех заводов, огромного штата высококлассных специалистов, уникального станочного парка, на котором делаются наши потрясающие футуристические электромобили, которые будут бегать по струнам по всей планете. И уже сейчас мы видим, насколько это прекрасно откликается в нашем мире, потому что в Арабских Эмиратах этот транспорт приняли на ура. Когда смотришь визуализации, такое ощущение, что как будто так и должно быть, как будто так уже 10 лет и есть. Но процесс, он все равно еще идет. То есть как бы ни было хорошо, что уже первые адресные проекты строятся, но процесс сертификации будет завершен по плану. Необходимо сделать абсолютно все задачи, которые предъявлены в краудинвестинговом плане в 15 этапах. Поэтому сейчас мы заканчиваем 14 этап и остается последний крайний 15 этап для того, чтобы просертифицировать оставшиеся части этой уникальной технологии. Ведь представляете, 14 этапов, все, что было необходимо сделать за годы развития, это же не просто маленький магазин или ресторан сделать, либо даже какой-то определенный центр торговый, либо технологический. Здесь огромная технология, где есть не только транспорт, но и трассы, вся инфраструктура. То есть это огромная частичка, огромная, но частичка будущих технологий эко-мира Анатолия Эдуардовича Яницкого, новых городов. Ведь все это будет связано именно таким уникальным, самым эффективным транспортом. Ну и, конечно же, в существующих городах этот транспорт придется всем по вкусу, потому что он сделает гораздо, города гораздо быстрее, гораздо удобнее. Следовательно, и наша жизнь тоже повернется в этом ключе. Но все начинается в сертификации. С бумаг, с проверок, с испытаний, с демонстраций и, главное, сертификации. Для получения всех сертификатов, что мы можем по документам строиться в таких-то странах, регионах, в таких-то условиях. Вот подтверждены все наши характеристики. И весь этот процесс, уже 14 дапов, у нас идет очень-очень хорошо. И я уверен, что те, кто следят за новостями в личном кабинете, просто заходят на сайт new.skyway.capital. То есть наш сайт Sky World Community, вы знаете о потрясающих новостях и о том, как проходит сертификация и как строятся наши трассы в Арабских Эмиратах. Последние самые тяжелые, которые дадут вообще потрясающие возможности для развития нашей технологии в разных местах. Но поскольку это тропическая зона, то, конечно же, в тропической зоне в большей степени. Но это уже подводит нас к тому, что вскоре наш проект начнет строить пассажирский транспорт и грузовой транспорт во все направления мира. Нужно будет только заботиться о том, как создавать заводы в разных уголках планеты, чтобы как можно скорее производить именно там наши транспортные средства, наши новые трассы. И для того, чтобы... Для того, чтобы... Одну секунду... Прошу прощения. Именно с помощью подобных технологий мы сможем передвигаться не то, что через страны, а сквозь континенты друг к другу для того, чтобы учиться, работать, ну и, конечно же, творить и созидать. И это, конечно же, в первую очередь транспорт пассажирский, который интересует людей, потому что мы будем этим транспортом пользоваться. И радует то, что даже в самых отдаленных уголках нашей планеты можно будет построить подобный легкий транспорт, доставить всю необходимую инфраструктуру, чтобы даже решение последнего километра, так скажем, самых маленьких поселков и деревень туда мог проходить эффективный, быстрый транспорт, чтобы, так скажем, разрешать именно те необходимости, которые нужны людям в данном регионе. Но, и, конечно, по увеличению, наш юнибайк, юнибус, юникар, где 6-8 мест, где, может быть, уже 18 мест. То есть линейка транспортных средств очень-очень большая, поэтому можно будет, так скажем, сделать трассы и оборудовать их именно разумно, именно под этот регион, под потребности данных людей, то есть там, где, например, 100 тысяч, 200 тысяч человек, там уже нужны будут другие трассы, немножко более тяжелые, потому что пойдут более тяжелые транспорты. Ну и, конечно же, для крупных городов и между городами 600 километров в час, огромное движение. Представляете, как увеличатся возможности человека, который может передвигаться со скоростью 600 километров в час, как он может построить свой день, где он может успеть побывать, можно будет не то, что в другой стране побывать, можно будет побывать и в своей столице, и заехать в столицу соседней страны, в третью столицу, и в этот же день вернуться домой, например, с определенными контракторами, подписанными, либо с произведенной какой-то работой. То есть подобная скорость и новый тип логистики передвижения на втором уровне, над существующим в любом направлении, под любым углом, и, что самое интересное, в любом температурном режиме, то есть это супер уникальный гибкий транспорт, гибкая технология, которую можно, так скажем, закрыть глаза, раскрутить глобус, и куда бы вы ни попали, эта технология, во-первых, эти страны смогут позволить себе финансово, не так, как другие традиционные виды транспорта, потому что они очень дорогостоящие и неэффективны, недолгосрочны, так скажем, не живут долго. Но с помощью нашего транспорта пассажиры будут кататься в полном удовольствии. Но что немаловажно для людей, которые чуть глубже смотрят, не только, что меня будут возить, но и что еще дает это совладение, это, конечно же, грузоперевозки. Как я и говорил, это один из самых дорогостоящих видов бизнеса. То есть с помощью грузоперевозок мы сможем перенять на себя мировую часть какую-то. Может быть, как говорил Анатолий Эдуардович, за 21 век может и более 50% транспортного рынка подобного можно будет перенять с помощью наших именно грузоперевозочных электромобилей. Потому что они исполнены в нескольких вариантах, как для штучного использования, то есть для штучного груза, также может быть для супучего, жидкого, либо юнитраки, контейнеры. Контейнеры любого размера и любого веса. Я понимаю, что сейчас уже их будут тестировать транспортное средство плюс подвижной состав до 60 тонн, если я не ошибаюсь. И мы, получается, сможем перенять на себя, сделав его экологичным и гораздо более безопасным, весь самый дорогостоящий бизнес в мире. И он станет гораздо быстрее, следовательно, будет стоить дешевле. Он сам по себе стоит гораздо дешевле. Он не приносит такого вреда. И, так скажем, эти транспорты, им не нужен какой-то отстой где-то. То есть как только груз попал на наш юнитрак или юниконд, он двигается сам, у него есть задача, и это как раз те самые искусственные интеллекты и наши роботы. То есть то, что может освободить творческого человека для того, чтобы жить свою счастливую жизнь и развиваться дальше. А какие-то задачи, которые могут для нас исполнить наши технологии, пускай они этим и занимаются, закрывающие, автоматизированные технологии, которые освобождают человека. И именно такие и есть струнные транспортные системы. Конечно же, еще множество деталей, в которые можно углубиться. Это разработка месторождений, как можно разрабатывать там, где не построишь железную дорогу, либо не проложь автодорогу, чтобы забирать груз, руду, либо еще что-то. То есть у юницкого во многих направлениях есть потрясающие идеи, как это сделать лучше. И даже уже, так скажем, это пропробовано и доказано, что так оно действительно лучше. Например, порт на шельфе моря. Когда не нужно тратить огромные средства для того, чтобы вырывать огромное количество грунта, делать, бетонировать, так скажем, край суши, а здесь делать огромную яму, лучше там, где вода, чтобы очень-очень большие корабли могли заплыть сюда, зайти в подобные порты. Это невероятно дорого стоит, что в создании, так и в обслуживании. Но на шельфе моря, по технологиям юницкого, можно построить подобный порт. Он уже будет находиться там, где легко подойдет любой вид водного транспорта, любого водоизмещения, насколько бы он ни был низык. И на таком, в таком порту, как только груз становится на порт, он попадает именно на транспортное средство, которое уже к этому времени подошло, и отправляется именно туда, на ту точку распределения, откуда дальше этот груз разойдется, либо по магазинам, либо по каким-то базам, либо на другие автотранспорты, пока идет переход, так скажем, от множества традиционных, не совсем эффективных транспортов, к струнному транспорту, который, можно сказать, принесет гармонию, скорость и безопасность в наши города и в природу. Потому что с помощью подобных технологий мы сможем снова зайти, войти в гармонию, войти в гармонию с окружающим миром, быть большей частью ее, не ограждаться от нее, не использовать ее безразлично и неразумно. Потому что все технологии Юницкого дают нам полную возможность для того, чтобы жить чисто с данными технологиями, жить чисто, получать чистую электроэнергию, получать чистое питание, чтобы всем хватало места, не быть зависимыми друг от друга, а работать сообща, потому что это не от дефицита, а от изобилия, от возможностей. С помощью объединений людей, с помощью, когда люди друг другу помогают поддерживать такой мир, и с помощью таких технологий, которые предлагает в эко-мире Анатолий Эдуардович Юницкий, мы сможем построить потрясающие линейные города, которые усеют наши просторы нашей планеты. И при этом действительно всего лишь одна двадцать седьмая суши необходима с технологиями Юницкого, для того, чтобы 10 миллиардов человек жило без проблем на нашей планете. А остальные двадцать шесть двадцать седьмых могут быть заповедниками, которые будут приносить нам и фрукты, и овощи, и ягоды, и кислород, и потрясающе разнообразную жизнь вокруг, для того, чтобы просто ей любоваться. Насколько прекрасна эта жизнь. И эти возможности есть у каждого из нас. И эти возможности есть у всех, кто этого даже еще не слышал. Но наша задача, тех, у кого есть уже это знание, что есть такой ученый, что есть такая технология, что есть целая серия технологий эко-мир, за которые этот ученый получил уже премию мира в Братиславе в декабре в 2018 году, в Словакии. То есть с помощью его технологий можно сделать рай на нашей планете. Но для этого необходимо поделиться этим знанием с другими людьми. Ведь сейчас уже 14 этап из 15. А в общем целом технологии достаточно простые для того, чтобы в них разобраться. Более тяжелее понять сразу сходу, как работает финансирование данной технологии. Но все работает отменно. Ведь вы видите, что более 500 тысяч человек, изучив все от мала до велика, кто-то с точки зрения инженерии, кто-то с точки зрения юриспруденции, кто-то с точки зрения экономики, все эти люди поддерживают и довели проект подобным способом до 14 этапов. И мы заканчиваем этот 14 этап из 15. Поэтому, дамы и господа, это простейшая технология. Эти струны над землей дадут возможность абсолютно всему живому зажить по-новому. Мы создали за небольшое количество времени и только людскими усилиями создали целую транспортную отрасль. Множество видов дорог, разных видов дорог. Много же вида транспорта, разного вида транспорта, в железе, просертифицированные, которые уже заказали. Это ли не успех? Но чем скорее мы будем запускать подобные трассы, будем строить новые заводы, плюс к нашим трем, тем быстрее вся планета сможет перейти на подобный вид транспорта. И это произведет огромные изменения положительные во всей экологии и в экономике этих стран. Какие возможности у каждого человека возникают, когда он перемещается со скоростью 600 км в час? И это всего лишь одна маленькая жемчужина из огромного-огромного количества жемчужин, тех, так скажем, пульс, которые принесет данная технология. Ведь по факту эта технология освобождает людей. На 300 км трассы двое людей всего, и то один следит, а второй на всякий пожарный следит, чтобы с первым все было в порядке. 300 человек в подобном, точнее 300 км пути и все транспорты, которые на нем, необходимо всего этих два человека, чтобы просто наблюдать. И если будет какая-то экстренная ситуация, которая еще не прописана в алгоритмах на данной системе, чтобы как-то ее вычислить и, так скажем, улучшить, прописать ее. То есть, понимаете, мы создаем огромное освобождение для всех людей. Плюс еще к многим-многим-многим пользам. Потому что этот транспорт, электромобиль, он будет перемещать нас, а мы будем свободны. Мы будем ехать в этом транспорте и наслаждаться прекрасным видом вокруг нас, прекрасными городами, прекрасной природой вокруг нас. Либо заниматься, либо общаться, либо отдыхать и дремать. Но мы свободны. И человеческий фактор уходит полностью. Ведь в такой машине более 200, даже в самой маленькой, более 250 датчиков, которые, так скажем, следят за полной безопасностью и высоким комфортом пассажира, либо груза. Интеллектуальная система, машинное зрение, которое воспринимает все, что происходит вокруг. И вся система совместно может принимать решение, если что-либо происходит вдоль пути, либо в, так скажем, общей системе. То есть с помощью данного транспорта мы будем в полной безопасности, будем передвигаться очень быстро и абсолютно экологически чисто. И это очень-очень важно. И, так скажем, какая экономия ресурсов, времени будет на эксплуатации, на капитальных затратах, на ремонте, на... То есть данная технология изобретена без запланированного усторенования. Так, как и все технологии Анатолия Эдуардовича. Он делает на века. Делает то, что будет служить людям долго. Именно это и необходимо человеку. А не каждый год менять свои телефоны, компьютеры или там еще какие-то девайсы, которые устаревают, потому что их делают специально такими, чтобы они устаревали. Мы же делаем лучшее. И люди, объединяющиеся, и помогающие Анатолию Эдуардовичу в реализации его технологий, действительно переворачивают мир в сторону разумной жизни, безопасной, экологичной, процветающей. Мы действительно можем сделать рай на нашей планете. Нам стоит только поизучать то, что предлагает нам этот гениальный ученый. Поэтому, дамы и господа, я всех приглашаю на сайты SkyWorld Community, на сайт ust.ing, на сайт unitsky.engineer и unitsky.com. Пройдите, пожалуйста, о нем. Посмотрите, что там происходит, какие последние новости, как выглядит наш салон продаж, как развиваются наши технологии в Белоруссии и в Объединенных Арабских Эмиратах. Потому что это будущее, которое создали мы с вами. За что я вам очень благодарен. Ведь мы действительно творцы и являемся самой большой силой в нашем человечестве. Именно мы сможем, так скажем, сделать этот мир лучше. Потому что у нас сейчас большее самое влияние. И, как говорил Анатолий Эдуардович, действительно, мы получаем эту планету не в наследство от наших родителей. Мы берем ее взаймы у наших детей. И в данный момент с помощью развития этого проекта и следующих будущих проектов Анатолия Эдуардовича Юницкого я понимаю, что мы будем идти к этой мысли. Мы будем идти к правильному проживанию, к тому, как пользоваться нашим прекрасным живым домом планеты и Земля. И эта технология, которую мы сейчас так успешно развиваем, она поможет абсолютно всем понять, что люди — это большая сила. Потому что уже очень скоро мы завершим 15-й этап и выйдем на самофинансирование. Этой компании продвижению этой технологии строительства больше не нужны будут никакие сторонние инвестиции. То есть, эта компания сможет просто развиваться, строить новые заводы, увеличивать количество адресных проектов и свои возможности по развитию в разных странах. А мы с вами либо будем наслаждаться тем, что делает первая компания, нами запущенная, либо продолжим развивать и финансировать будущие экологические инновационные технологии Анатолия Эдуардовича Юницкого. Но все начинается с изучения. Поделитесь с вашими близкими тем, что вы знаете. 15-й этап еще есть у нас. У каждого человека, по моему мнению, должна быть возможность с собственными мозгами обдумать, прочувствовать телом, душой и решить, стоит ли, можно ли проходить мимо подобного ученого и его технологий, либо стоит, с учетом всего развития и того, что вы уже узнали, стоит развить, так скажем, добавить капельку еще в это огромное море развития экологии, в развитии технологии, в развитии благополучия обычного простого народа на нашей планете. И 15-й этап у всех есть. Как минимум, у каждого должна быть возможность на собственных аргументах, но на аргументах, решить, что делать дальше с информацией о данном проекте. Но я верю, уже сейчас, глядя на то, какое комьюнити собралось, какое огромное сообщество из более чем 500 тысяч человек объединилось, и что оно создает, я понимаю, что все будет с этой планетой хорошо, если эти люди продолжат подавать такой пример окружающему миру. Так что с нами сила, дорогие дамы и господа. И с нами компания Sky World Community, так же, как и Артем Курбанов. Sky World Community, это именно та компания, которая сейчас, в такое непростое время, может помочь абсолютно каждому человеку проживать свое время с пользой, заниматься благотворной, созидательной деятельностью по развитию инновационных экологических технологий. Помогать на любом континенте, в любом страле, на любом языке, с любым другим человеком, в абсолютно любое время, которое у нас получается. Абсолютно экологически и свободной возможность для каждого человека сделать этот мир хоть качественной, немножко лучше, и передать свои знания другим людям. при этом получая вознаграждение без ограничения. Самообразование один из мощнейших способов, как сейчас жить и как процветать. поэтому прошу вас самообразовывайтесь, развивайтесь, изучая. А я желаю вам удачи и спасибо большое за ваше внимание. Ведь всюду, куда направлено ваше внимание, то и растет. Благодарю вас. Обнимаю. Будьте здоровы. Улыбок. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова